Приветствую всех друзья! Сегодня речь пойдет об уникальном фрезеровом станке, созданном знаменитой компанией Brequest Frears NC, специализированная на изготовлении корпусов карманов часов. По некоторым данным, компания была основана двумя странами, Франция и Швейцария. Собственно, процесс обработки происходил поэтапно. Сначала корпус часов обрабатывался в виде кольца с правильным внутренним и внешним диаметрами и формой. Эта работа выполнялась на обычном токарном станке с использованием формообразующих инструментов или на специальном токарном станке с пантографом под названием Дубайл. После придания формы, кольцо было готово к фрезерованию и закреплялось на цанге, которая расширялась на держателе, передвигаемом вдоль передней части станка. Поворачивая маховик на правом конце станка, оператор мог перемещать изделие, чтобы оно поочередно проходило под различными шпинделями и их фрезами. Два шпинделя на правом конце вырезали специальную канавку на нижней стороне кольца для крепления петли на передней стороне, а следующие три шпинделя выполняли ту же работу для крышки на задней стороне. К слову сказать, высококачественные карманные часы имели крышки на обеих сторонах и иногда даже третью крышку стеклянного кольца под крышкой на задней стороне. Когда все канавки были прорезаны, в противоположной стороне кольца просверливали два отверстия для подвески и больше, если требовались специальные ручки и тому подобное. Положение отверстий регулировалось с помощью ручного рычага и указательной пластины. Верхний рычаг выдвигал вперед сверлильный шпиндель. Наконец, корпус был готов к пайке. Маленькие трубочки вставлялись в петли и подвеска фиксировались двумя штифтами. Функция последнего из фрезерных шпинделей, того, который может поворачиваться вокруг горизонтальной оси, неизвестна.